привет всем сегодня я собрался снежную деревню снежный музей художников это мероприятие проводится каждый год здесь кировские приезжают скульпторы со всей россии по льду и делаю там различные изображения скульптуры на тематику на определенную тематику я своим ходом до этой деревне поедут на автобусе до микрорайон купить мучер вы на станок комсомольской и пешком санаторий тироса санаторий тироса сегодня прекрасная погода видео стал снимать мало потому что у нас загрузили работы выходных мало и нет времени куда-то ходить чтобы смотреть кстати смотрите здесь детская площадка как она выглядит зимой вот столько снега навалило видимо дворники почистили дети развлекали снегу 7 22 февраля всех мужчин поздравляю днем защитника отечества желаю здоровья не падать духом несмотря на любые жизненные ситуации быть оптимистом ставить цели и добиваться отсюда видно склон большой воду вверх на котором катаются лыжники второй раз сюда ехал планировал научиться на лыжах кататься и спуститься с этого склона но так как времени нету это затем не не удалось прихожу с работы поздно и остается время только поесть и спать но и с богом не мог позаниматься это редко вчера когда узнал смотрел на интернете проснеживание группа из контакте я к они уложили пост что было северное сияние надо патитами я за окном посмотрел свои квартиры ничего не увидел в общем второй год за полярным кругом ни разу не ел северное сияние никак не удалось увидеть что это такое так что также если вы соберетесь в снежное деревне сегодня завтра скидки у них по билетам для мужчин 50 процентов 400 рублей будет стоить поехали снежная деревня а и 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 по посмотреть. Оказается, экскурсия. Вход в музей бесплатный, можно зайти посмотреть достоприметимый музей фост-аград Патита. Вместо снежной деревни сегодня экскурсия в музей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 перед его отправкой за вводом потребителя. Весь процесс переработки горной массы полностью автоматизирован. Пабрики работают круглосуточно. Итак, труда поступает на аппетит в металлической обогатительной пабрики сурдников и железнодорожных составов. Самоопрокидывающиеся в 105-тонные вагоны Донкары разгружают труду в рабочую полость педравила крупного дробления. Размер руды может достигать 120 см. Далее руда проходит три стадии измельчения в корпусах крупного, среднего и мелкого дробления. На первой стадии руда поступают в бонусные дробинки крупного дробления, куда она подается сверху и разрушается в камере, образованной двумя коническими поверхностями, из которых одна внешняя, а другая внешняя, подвижная. Разброска дробленного материала осуществляется снизу. Таким же образом происходит среднее и мелкое дробление. Из конусной дробилки мелкого дробления выходит руда с размером пуска не более 2,5 см. После трех стадий дробления руда через систему конвейеров поступают в шаровые мельницы, где происходит мокрое измельчение руды. Шаровая мельница представляет собой барабан с диаметром 5,5 метров и длиной 6,5 метров, внутри которого находятся стальные шары. При вращении мельницы шары ударяются и трутся друг от друга, а руду и стенки мельницы. В результате руда измельчается до порошкообразного состояния. Измельченная руда попадает на грохоты, специальные аппараты с установленными на них сидами. Крупные частицы руды остаются на ситах и возвращаются обратно в барабан в ельнице для доизмельчения. Мелкие просеиваются и транспортируются на передел. А я хочу сказать, что ложились стать самыми настоящими, если избирать от этого. После дробления и измельчения руда поступает и на флотацию. Это основной передел нападки. Флотация – это процесс извлечения полезного компонента из измельченной руды. В емкость флотомашины измельченная руда поступает с водой и специально подогранными реагентами. При подаче в флотомашину сжатого воздуха образуются воздушные пудыки, которые захватывают частицы аппатита и поднимают их вверх, создавая на поверхности минерализованную пену. Таким образом происходит извлечение аппатита из руды. Расплывшие с пеной минеральные зерна аппатита разгружаются в специальные жилоба флотомашин и отправляются на сгущение и фильтрацию, где начинается процесс обезвоживания концентрата. Другие минералы, входящие в состав руды, не закрепившиеся на пузырьках воздуха, переходят нижнюю часть камеры флотомашины и отправляются в воздух. Другие минералы, входят нижнюю часть камеры флотомашин, а потом полный батарея рот она заставляется на следующий процесс. Вот, 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 вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...